Тут ребенок, только бы самому сидел. Вау, ты сам, сам забрался. Ничего себе. Да? Молодец. Всем привет. Всем привет, передает Антон. Всем желает приятного просмотра. Кто сегодня проснулся рано-рано и приехал в детский садик? Тот Антон. Чтобы играть. Пойдем. Ребята нас ждут. Ну, ребята, ждут. Сейчас, подожди, я вещи возьму, Антон. Подожди. Антон. Тут ребенок, только бы самому сидел. Вау, ты сам, сам забрался. Ничего себе. Растет ребенок. Даже сама не успеваю. Заметьте, как он быстро растет. Пойдем. Пойдем скорее. На ручки. Тесняешься. Ладно, ботинки снять. Иди сюда скорее. Антон. Ай, пойдешь играть? Все. Ну, пока. Пока. Отвела сегодня ребенка в садик. По дороге домой зашла в магазин, купила подгузников, различных вещей. Иду домой, вижу такую картину. И едет папа, везет коляску. Ребенок в коляске начинает засыпать. Папа просто берет и начинает трясти ему голову. Говорит, просыпайся, еще рано спать. Ой, на самом деле, так жалко стало малыша. Я не знаю, что такое должно произойти, чтобы маленькому ребенку не позволять спать. Вообще, насколько скандинавские родители викинги суровы к своим детям. Если смотрели мои предыдущие влоги, наверное, заметили, что я себе такого не позволяю. Я не знаю, что такое должно случиться, чтобы ребенку не давать спать, такому маленькому. Что малыша был возраст как у Антона, либо даже младше. Видели, что ребенок у меня тоже один раз уснул по дороге в садик. И вот я сидела, ждала, пока мне не сказали, что вот мы посмотрим из окошка. Поставьте вот под окошком на улице. И иди, мамочка, занимайся там своими делами. И вчера тоже с папой как раз мы гуляли с колясочкой. Папа забыл шустяные носки надеть, у него подмерзли ножки. По дороге домой малыш тоже заснул, и наша прогулка продлилась еще на полтора часа. Мы не будем ребенка спить так спит. Полезно спать на свежем воздухе. Не знаю, даже если папа опаздывал на работу, можно было как-то договориться, чтобы ребенок поспал по дороге, и воспитатели посмотрели, пока он спит. и будет набудить. Я не знаю. Очень сурово, очень по мне жестоко. Давайте я сфотографирую. Как ты одеваешься домой? Затвор фотографий делает. Как сегодня было в садике? Да. А ну расскажи. Ты куда пошел? Все, ты выкинул йогурт? Ну я съем. Не трогай чужие ботиночки, пожалуйста. Пойдем лучше домой скорее. Антон, пойдем курточку одевать. Не трогай чужие ботиночки. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Ну что, Антон, рассказываешь, что хорошего сегодня в садике было? Нет. Да? Играли? В машинке играли? Молодцы какие-то. Да что у тебя счеты? И твой счет. Один, два, три. Ты у нас бухгалтер, да? Да. Четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Ну, кто там? Микель. А кто это? Галлахад. Микель и Галлахад. Микель Гриль и Груффало Гриль. Курица Гриль. Да, Антон? Груффало Гриль. Да, Антон? Груффало Гриль. Да? Гриль. Гриль. Молодец. Всем привет. Всем привет передает Антон. Всем желает приятного просмотра. Сегодня в садике стала свидетельством того, как Антоша на грудь не сказал первое слово. Начал говорить. Сказал слово обезьянка. Да, Антоженька? Апэ по-норвежски. Апэ. Он тебя научит тоже говорить. Да. Чуть меньше, чем на два месяца. Ой. Где-то, да. Меньше, чем на два месяца младший Антона. Так что вот, может быть, и мы тоже начнем говорить. Хотя... Хотя вряд ли. Потому что у нас три языка. Я не знаю, сколько языков у того мальчика было. Я не спросила. Вот. У нас три языка. Так что у нас норма, если до трех лет начнет говорить. Может, ближе только к трём годам начать. Да? А может и сейчас. Так что... Никто не знает. Это тайна, покрытая мраком. Да, тебе низкие больше нравятся? Угу. Как красиво. А здесь высокие. Угу. Как интересно. А там низкие. Мужские, да, такие? Голоса. Угу. Когда ты вырастешь, у тебя тоже будет такой низкий голос. Молодец. Угу. Первое, что у нас. Карри. Будем пробовать карри? Угу. Карри. Антон, нюхай. Нюхай. Не ешь, не ешь. Ладно, давай попробуем что-нибудь такое не очень острое. Корица. Будем кориться? Или тебе не нравится эта игра? Антон. Ты нюхать нужно? Ладно. Всё. Закончили. Мой ребёнок не хочет играть в игру. Угадать запах. Он тебя хочет пробовать на вкус. Потому что каррия не самопроходящая. Ты права для этой игры. Ты жив там? Не красный, как дракон? Нет? Пытаемся с Антоном делать заставку для нашего канала. Спрашивайте, какой цвет хотим заставки. Антон. Я не знаю, какой цвет. Я об этом даже не подумала. Всё, что первое в голову придёт, то я напишу. Всё. Мы, кажется, с Антоном придумали, что мы хотим. Мы хотим попробовать в России сделать разноцветное логотип, разноцветное название канала. Чтобы были три цвета. Синий, белый и красный. Потому что это цвета и российского флага, и норвежского. Да? В шведском, правда, есть желтый цвет. И нет красного. Да? Но мы же российские граждане и норвежские. Вот опросим. Посмотрим. Получится у нас такая вот идея внезапно пришла. Спасибо за его помощь сегодня. Он сказал. Он был очень хорошо. Но Теодор уже утром. Но ты уже утром. Ты уже утром очень хорошо. Он был очень хорошо. И дам Теодор. Он дам Теодор клеточку. И конечно же, это мумлет Теодор в сон. Я хочу сделать это еще раз. Ура! Наконец-то я осталась одна в тишине. Малыш спит. Папа поехал играть в хоккей. Сегодня у него ответственный матч. Опять они играют против команды мужа и его сестры. В команде противника соперника у них как минимум двое играли в национальной сборной Норвегии. Поэтому он собирался сегодня проиграть как минимум 10-0. Но все равно пожелаем ему удачи. Кто знает и может победят. Вот. Сейчас буду смотреть. Пить чай. Смотреть YouTube. Смотрю сегодня Кристиночку. Девушка 26 лет. Рак груди. Такой же маленький ребеночек как моя Антошенька. Ужасная вообще судьба. Ужасная ситуация. Не знаю. Неделю не постила. Смотрю старые плейлисты со всей рекламой. И со всем. Да. Хоть как-то помочь. Потому что ситуация сложная. Малыш на руках вообще. Поэтому. Иногда просто даже если нужно мне с ребенком побыть. И времени нет смотреть. Включаю просто плейлист. Со всей рекламы он у меня идет. Да. И надеюсь все денежки капают. Хорош. У нас просмотры из Норвегии. Достаточно дорогие. Поэтому. Ох. Надеюсь она выберет эту ситуацию. Потому что ну. Никому не пожелаешь. Так что если вы еще не подписаны. Ищите. Здесь видно Кристиночку. Сейчас я попробую закрыть. Вот. И так можете помочь человеку. Хотя бы как-то. Морально. Финансово. Остальное все конечно в Божьей воле. Вот. Такой вот сегодня был день. Обычный день. Спасибо что были со мной. Если интересные влоги. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И увидимся скоро. С вами снова. Пока-пока.